Все деньги с монетизации этого видео пойдут на ЗСУ. Своим просмотром вы спонсируете украинскую армию. Если вас это не устраивает, идите нахуй. Слава Украине! Блокчейн это технология, которая скорее всего изменит мир. Но давайте на чистоту. Если ты нажал на это видео, то скорее всего ты задаёшься вопросом. Как заработать деньги, инвестируя в крипту? Но чтобы инвестировать, нужны деньги. И чем больше, тем лучше. Но чтобы иметь много денег, нужно инвестировать. Получается, мы в ловушке? Где выход? И вообще, 2023 год, крипта, разве на этом всё ещё можно заработать? И ещё как можно. И в этом видео поделюсь с вами своим личным планом действий. Я и крипта. Для начала немного контекста. Я начал интересоваться криптовалютами ещё в 2017 году. И решил вложить около 1000 долларов. На тот момент это были, наверное, все мои сбережения. 600 долларов ушло в эфир, и 400 я инвестировал в щиткоины. И сразу после этого началась криптозима. Мой интерес к крипте резко упал, так же, как и стоимость моего портфолио. Некоторые щиткоины просто испарились, поэтому у меня осталось 2 эфира, ожидающие лучших времён. Но кроме этого, тема блокчейна мне была интересна технической стороны. Потому что в то время я был в своей мёрд-фазе, и в принципе изучал программирование, data science и вот эти вот все занимательные вещи. В какой-то момент я всё-таки слил свой эфир и заработал около 2000. И на этом мой инвестиционный трип подошёл к концу. А прошлой зимой меня осенила гениальная идея. Я решил стать копирайтером в крипте. Потому что я люблю писать, могу это делать хорошо, и мне хотелось как-то монетизировать свой навык. И во-вторых, я в принципе заинтересован в этой нише, и хочу узнать больше. И вот прошёл уже почти год, как я занимаюсь копирайтером в сфере веб-3. И вы, наверное, думаете, что с полученными за этот год знаниями я теперь какой-то криптогуру, но, к сожалению, это вообще не так. Опыт полезней знаний. Можно бесконечно читать новости и писать статьи, но если ты не инвестируешь свои личные деньги, то большого опыта ты всё-таки не наберёшься. Это вывод, к которому я пришёл за последний год. Да, я получил некоторые знания в этой индустрии, ощущаю себя более комфортно, и чувствую, что немножко шарю. Но, чтобы получить опыт в инвестировании, нужно инвестировать. Терять свои вложенные деньги, инвестируя снова и получать какую-то прибыль. Как мне кажется, только так я смогу набраться максимально скиллов и начать зарабатывать на крипте. Но! У меня нет стартового капитала. Или всё-таки есть? Не совсем. У меня нет сбережений, нет стабильной зарплаты, так как я фрилансер, и моё маленькое агентство, по сути, не приносит больших денег. А что, если мне начать с небольших вложений? Допустим, 300 долларов в месяц. Смогу ли я себе это позволить? Если буду чуть поэкономить, жить, снимать квартирку похуже, и, в принципе, ограничу себя в развлечениях. Кстати, вы, наверное, заметили, но я сейчас не дома. Я переехал в Бангкок. И в этом городе, мне кажется, я смогу нормально так экономить. И с таким крохотным стартовым капиталом, как 300 долларов, я уверен, что много не заработаю, а скорее потеряю на различных комиссиях. Но! Если буду вкладывать даже такие маленькие деньги, я, скорее всего, научусь инвестировать, стану более организованным, и есть небольшой крохотный шанс, что я, возможно, даже что-то заработаю. Может, не в этом месяце, а в следующем. Кто знает. Стоп, стоп, стоп. Ты сейчас слушаешь рандомного ютубера без опыта в этой сфере. Поэтому сравним все это с мнением эксперта. Окей, плюс-минус то, что я и говорил, правда? Вообще, за последний месяц я понял, что если моя логика похожа на то, что выдает чат GPT, то я на правильном пути. Окей, все, что от меня требуется, это анализировать информацию и принимать взвешенные решения о том, куда вложить мои небольшие деньги. Как максимизировать прибыль? Инвестировать в различные проекты, пресейлы, стейкинг и прочее. Но сейчас на рынке есть просто бесконечное количество вариантов, куда инвестировать. Поэтому я решил поставить себе границы, откуда я буду черпать информацию. Для себя я решил, что это будут несколько новостных порталов и сайтов и некоторые ютуб-каналы, где я смогу получать уже переваренную информацию. Все ссылки я оставлю в описании. Возможно, кому-то пригодится. Твиттер и дискорд я использовать пока не буду, потому что там много мусора и это занимает прилично времени. Также, скорее всего, буду участвовать в аэрдропах, как минимум, чтобы посмотреть, возможно ли там что заработать в 2023 году. Ну и так как я сам ютубер, я буду держать вас в курсе о своем крипто-путешествии на этом канале. Наверное, два раза в месяц, когда я инвестирую и когда я подвожу итоги о своих доходах или, скорее всего, убытках. Так что я надеюсь, что с помощью этой серии видосов кто-то из вас может получиться на моих ошибках. Лайк, коммент, подписка. Пока!